Добрый день, уважаемые коллеги! Моё сообщение будет посвящено роли морфологии в эпоху молекулярной онкологии. Дело в том, что в основе морфологической диагностики лежит сопоставление тех или иных изображений. На фотографии слева вы можете наблюдать строение нормальной паренхемы лёгкого, которая состоит из тонких перегородок, что необходимо для эффективного газообмена. С другой стороны, на фотографиях в правой части слайда вы можете увидеть опухолевые структуры, которые представляют собой предсуществующие левиолярные перегородки, высланные опухолевыми клетками. В этом случае патологоанатом может интерпретировать данную микроскопическую картину как высокодифференцированную аденокарциному лёгкого с преобладанием стелющегося компонента. Дело в том, что на определённом этапе стало очевидно, в первую очередь это связано с внедрением в рутинную практику иммуногистохимических методов диагностики, что наличие популярных структур, в качестве примера я воспользуюсь такой гетерогенной группой заболеваний, как эпителиальный опухоль яичника. В свою очередь это и чаще всего встречаются сирозные карциномы, несколько реже эндометриоидные, светлоклеточные. На определённом этапе считалось, что если патологоанатом наблюдают попиллярные структуры, это патогномонично для сирозной карциномы. В определённый момент стало очевидно, что это не всегда так. В некоторых случаях наличие железистой архитектоники абсолютно не означает, что речь идёт об эндометриоидной карциноме. И в тех случаях, когда могут встречаться опухолевые клетки с прозрачной цитоплазмой, это абсолютно не означает, что это светлоклеточные карциномы яичника. Для того, чтобы обсудить проблему морфологии в целом, я хотел бы подойти с несколько... расставить акценты следующим образом. Есть ли в настоящее время те клинические ситуации, когда морфологическая диагностика проводится исключительно с помощью световой микроскопии? Да, и в качестве примера я приведу фолликулярные опухолищетоидные железы, когда ключевым критерием дифференциального диагноза между доброкачественностью и злокачественностью является инвазия капсулы опухолевого узла, в то время как иммуногистохимические маркеры не имеют решающего значения. Обращаясь к предыдущему слайду, я хотел бы отметить, что иммуногистохимическая диагностика опухоли яичника, использование иммуногистохимической диагностики, привело к тому, что точность морфологического диагноза может достигать 94-95%, в то время, когда использование рутино-световой микроскопии позволяет достоверно установить диагноз в половине клинических ситуаций. Давайте посмотрим, обратим внимание на те ситуации, когда морфологический, патологоанатомический, гистологический анализ необходим с относительно формальной точки зрения. Мы находимся в правовом поле, патологоанатомический диагноз, подтверждение морфологическое, должно быть выполнено для каждого онкологического пациента в 14 дней. Мы проясним те ситуации, когда морфологический диагноз критичен для выбора лечения. И я хочу обратить внимание на те случаи, которые появляются. Они существуют, и этих ситуаций становится все больше и больше, когда без молекулярного тестирования морфологический диагноз самостоятельного смысла в контексте предикции, в контексте выбора терапии не имеют самостоятельного смысла. Первая группа, когда диагноз нужен с формальной точки зрения. В качестве примера я хочу обратить внимание на герминогенную опухолеичку, специфическая группа заболеваний. И в части случаев диагноз может быть установлен на основании сочетания типичной клинической картины и повышенных опухолевых маркеров, например, альфа-фетопротеины, либо хорионическая гонотропина. В этом случае лечение может быть начато без морфологической верификации по жизненным показаниям. Другая группа заболеваний – это рак поджелудочной железы, фатальное заболевание с неблагоприятным прогнозом, с ограниченными возможностями лечения. И в настоящее время, согласно клиническим рекомендациям, хирургическое вмешательство в ряде случаев может быть выполнено без морфологического подтверждения диагноза. Вторая группа ситуаций, когда морфологический диагноз критичен для выбора лечения. И в этом контексте рак молочной железы является идеальным примером, поскольку в настоящее время достоверно известно, что рак молочной железы, с одной стороны, это гетерогенная группа заболеваний, с структурной точки зрения. Кроме того, с иммуногистохимической точки зрения, поскольку в настоящее время стандартом исследования является не только световая микроскопия, но и иммуногистохимическое исследование опухоли молочной железы, анализ уровня экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона, белка HER2 и индекса пролиферативной активности K67. Кроме того, дополнительно указывается процентное содержание клеток, положительные клетки и интенсивность их окрашивания. Кроме того, в ряде случаев для подтверждения статуса маркера HER2 проводят дополнительные методы, когда методом, чаще всего речь идет о флуоресцентной гибридизации инситу, когда определение амплификации проводят дополнительно в тех случаях, когда экспрессия белка HER2 на поверхности клетки граничит с двумя баллами. Таким образом, у нас есть морфологическое подтверждение диагноза, есть иммуногистохимическое подтверждение диагноза, но в настоящее время известно о молекулярно-биологических подтипах рака молочной железы. Вместе с тем следует отметить, что в практике используют суррогатные методы определения молекулярно-биологических подтипов и необходимо признать для ясного понимания ситуации в целом, что дискордантность результатов между иммуногистохимическим профилем и реальным эталонным результатом молекулярного тестирования дискордантность может составлять 30%. Это критично для практического здравоохранения, это более чем очевидно. Кроме того, в определении молекулярного подтипа с суррогатным методом в ряде случаев используется подсчет маркера КИ-67. И вы можете обратить внимание на точки, которые выделены красными кругами. Это те фокусы, которые выбрал патологоанатом, посчитав как самую горячую точку. И посмотрите, насколько разным оказывается субъективный выбор патологоанатома, если мы говорим о верхнем левом столбике ткани молочной железы. И противоположная ситуация, когда выбор разных патологоанатомов приблизительно концентрируется в одной точке. Но даже в тех случаях, когда зона выбирается примерно одинаковая, обратите внимание, в правой части слайда изменение поля подсчета в пределах половины поля может привести к тому, что результат подсчета может измениться в три раза, с 8 до 26, исключительно на основании того, что те или иные клетки не попадут в область подсчета. Кроме того, в некотором смысле автоматизированные иммуногистостейнеры во многом решают проблему иммуногистохимического окрашивания для того, чтобы все результаты окрашивания были единообразны. Вместе с тем, необходимо признать, что в некоторых случаях даже автоматизированные иммуногистостейнеры могут создавать зоны неравномерной краски. В некоторых ситуациях, например, когда речь идет об оценке статуса PDL, например, при оценке маркера HER2, это может иметь решающее значение. Это также необходимо принимать во внимание как пределы и возможности использования вполне конкретных методов. Еще одна группа, которая появилась относительно недавно, это те ситуации, когда морфологический диагноз не имеет самостоятельного смысла без результатов молекулярного теста. И мы обратимся, я хочу обратить ваше внимание на очень удобный случай для демонстрации, когда речь идет об аденокарциномии легкого. Это доля случаев опухолей, злокачественных опухолей легкого в группе немелкоклеточных карцином. И в настоящее время сообщить онкологу только гистологический тип, вариант опухоли не является достаточным, поскольку как минимум необходимо проанализировать статус генов IGFR, ALK, ROS1 и так далее по списку, в том числе экспрессия PDL, в том числе амплификация MED, амплификация HER2 и статус гены K-RAS. В свою очередь это может быть критичным. Кроме того, патологоанатом, интерпретируя результаты микроскопическое исследование не может ориентироваться на глубину исследования, как именно необходимо исследовать тот же IGFR, необходимо исследовать только часто встречающиеся мутации или необходимо производить глубокое исследование того или иного гена. Далее, меланома. В настоящее время обязательным компонентом выработки тактики лечения пациентов с неоперабельной меланомой кожи является определение статуса гена B-RAF. В то же время оценка СИКИТ и МЕК имеет решающую роль и также является элементом рутинной практики. Удобным примером является рак толстой кишки. Рак толстой кишки, когда в настоящее время выделяют три группы генетических нарушений с различной терапевтической стратегией. Это речь идет о микросателитной нестабильности, хромосомной нестабильности и CPG-метилировании. И я хочу обратить внимание на тот факт, что патологоанатом в ряде случаев может определить, проанализировать иммуногистохимическим методом белки, белки репарации нуклеиновых кислот и тем или иным образом либо подтвердить микросателитную нестабильность или опровергнуть. По отдельности, вне зависимости от молекулярного тестирования или дополнительно к результату молекулярного тестирования, поскольку в любом случае сам по себе молекулярный тест в контексте микросателитной нестабильности, результат молекулярного теста будет эталонным и исходным. Кроме того, появилась новая группа клинических ситуаций, когда морфологический диагноз невозможен без молекулярного теста. Обратите внимание на такой яркий пример, как синавиальная саркома, опухоль мягких тканей, и её ключевой особенностью является наличие транслокации гена СИД, которое можно обнаружить с помощью флуоресцентной гибридизации ин-ситу. И для морфолога нередко бывает очень трудно отличить синавиальную саркому и саркому Юинга, поскольку при световой микроскопии эти клетки морфологически имеют приблизительно одинаковое строение. Но использование дополнительных методов позволяет убедительно произвести дифференциальный диагноз. В то же время, для подтверждения диагноза саркома Юинга мы используем флуоресцентную гибридизацию ин-ситу, когда анализируем амплификацию гена НМИК, и вы можете увидеть на микрофотографии клетку, обозначенную буквой А, и увидите большое количество сигналов, свидетельствующих об амплификации гена НМИК в опухолевой клетке, в то время как в контрольных соседних клетках амплификация этого гена не наблюдается. Вместе с тем, это является достаточным основанием для подтверждения диагноза саркома Юинга. Кроме того, гистологическая классификация опухоли в настоящее время активно обновляется за счет не морфологических введений, а за счет открытия результатов молекулярного профилирования. Кроме того, сами классификации молекулярные по себе достаточно сложны и также необходимо их принимать во внимание, поскольку это неизбежно влияет на классификации и будет оказывать влияние на классификации опухолей в будущем. Вместе с тем существуют определенные сложности для тех, кто занимается систематизацией новообразований. Они заключаются в определении количества подтипов рака, в определении надежности систем классификации, насколько они подвержены влиянию гетерогенности и эволюции опухоли, как следует интерпретировать те или иные по типу, имеет ли это какое-то решающее значение и как сосуществует несколько систем классификации. Так или иначе, есть консервативные области знаний, сведения об организме, органе и клетке, они существуют 200, 300, 400, 500 лет и в настоящее время происходит интеграция с новейшими сведениями о молекулярном профилировании. На выходе мы получаем интегральную область знаний, которая получила название молекулярной патологии. Когда мы говорим о перспективах морфологии в эпоху молекулярной онкологии, вы можете обнаружить, поскольку с одной стороны мы находимся в постгеномной эпохе, поскольку в 2003 году проект геном человека был успешно завершен. И, соответственно, генетика, выходя за пределы одного метода, неизбежно влечет за собой анализ молекулярных каскадов, белков, метаболитов и в том числе структурных изменений. Структурный анализ является частью посткомплексных постгеномных научных исследований. Если мы говорим о практической морфологии, о практической патологической анатомии, совершенно очевидно, что наряду с необходимостью для врача-патолога-анатома знать и представлять гистологические варианты строения опухоли, возникает необходимость в навыках оценки PDL, оценки плотности лимфоцитарной инфильтрации, определении белков репарации ДНК, определении экспрессии маркера HER2 и это также необходимые навыки, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Продолжение следует...